мир вам с миром ну что у вас получилось вчера получилось все хорошо отлично спаси христос все слава богу сама по мне такое чтобы для постолкового игнать тихонич вот сейчас новый год до сегодня ночью будет вот как православному христианину относиться к этому событию ну как сказать вот и я как думаю подумал только об этом и сразу начала исполняться ну подумал я помолился семикратно в день ты чтобы сергеев павлович на меня вышел не звонить а вот он вот он приходит ко мне в маскалате на глаза одни торчат все закрыто у него и горит еще как игилов из какой доход я говорю о чем думал то что сейчас набрать евангелие и часов в десятом часу едем туда центральная городская елка около городской администрации там дворец спорта где но только надо дыбунова сказать а володя вот-вот придется работы берем с тобой новые заветы эти красные него не нового завета и евангелие двое раздают ходят свидетельствует благовествует а один снимает и уже на завтра все высоем поблагодарим бога мы не боимся этого дня и не считаем его каким-то я тебе сейчас ты там спросил какие пигра взять я уже приготовил скинуть от и батаре позвонил но у меня что-то идея пришла вот на эту тему вас поспрашивать я тоже хочу вот как раз сделать начитать этот стих это стихотворение ну и вот ролик какой-то сделать напиши это исход 12 2 так ну а вы исход 12 2 считай так а читать так конечно подождите а вы сбросьте пожалуйста мне ладно ладно я скажу когда кончим говорить я скину называется так месяц сей да будет у вас с началом месяцев первым да будет он у вас между месяцами года услышал а второе это премудрость соломона 7 глава почти всю главу надо взять как мой родился как зачался как начал дышать и вот это для нас как рождение духовное отсчет пошел времени мы были мертвы и ожили вот отсюда начался наш новый год премудрость соломона 73 вся глава но вы сбросите в чат да игноти конечно я хотел сбросить только начал нажимать а ты вот он у дверей стоишь так но это вы хорошо придумали что вы пойдете вот блага на благовестие а вы тоже а вы тоже поедете да обязательно ничего себе так вы же в редко когда сейчас ходите это я не хожу потому что там и простора нет а тут простор все услышал так ну и вот то есть смотрите ну хорошо вот его друзья зовут как бы или кто там родственники ли он христианин очутился вот раз такой вот на этом так скажем ну на той же елке или еще где-то как ему себя вести по-христиански катаются дети случае чего-то если тоже горка ледяная можешь прокатиться в этом греха то никакого нет еще на себя напускать то но посмотрел все поговорил там милиция обязательно охраняет мы им евангелие подарим выход один только мы пользуемся всяким моментом таким какой праздник не имеет значения пасха или у раза мы обязательно будем говорить о христе вот а хорошо а такой момент а если вот усадили за стол а он скоромный при скоромный как что делать а не садись за стол не садится но не садись зачем тебе садиться это когда пост идет ну вот то есть вот этот момент тут выпуска выступает отец михаил фамилия погиблов говорящие какая фамилия он благочинный новоалтайский тут через вот как бы другой город уже начинается но и вон отвечает на вопрос вот так пошел в гости а тебе положили кусок мяса который ты любишь ну и что делать то ну чтобы не соблазнять никого съешь но понятно он и затем и пошел чтобы сись как ты пошел то в первую очередь мясо вообще не полезно есть это первое а второе какой праздник то это никакой это просто отмечает переход лунная фаза там как угодно назови ничего тут нету я написал стихотворение из года вот одно и то же и ничего нету много смерть царствует запомните что в этом году может она ко мне постучиться в двери то есть повод задуматься о жизни своей скоротечной это вот это стихотворение тоже до под новый год которую то так я не одно послала несколько два там два ваших и одну вот я сейчас тебе вышлю сюда и в это вообще все стихи я тебе высылал нет я себе скачивал их а о новом годе нет одним файлом и то есть игнать и вот это автор все таки вот этого стихотворения кто не знаете человек ну то есть неизвестно ну ладно манирующие ну хорошо я буду работать над роликом дальше то есть вот одна же приезжает брат нашего епископа михаил который разбился там на его разбили на машине то курочкин то мы что-то разговорились одна колеса стояли он говорит а вы там вроде стихи то любите я говорю ну я люблю потому что это что-то в них такое возвышенное всегда а вот такое стихотворение вам не встречалось какое-то журнал радонеж церковный какой-то журнал то начинает читать там про самуила я говорю я слышал его не знаете кто автор я говорю нет он тогда страницу открывает а там подписано игнатий лапкин я и забыл вот падай когда человек там ворует бывает чужой а тут от собственного отказался как-то брат у меня павел тоже если бы не было сказано там такое прям конкретно вот к событию к такому я бы отказался стихотворение очень сильно и как написалось я ноль внимания написал отдал ему и а он дальше распространил надо бога благодарить чей когда где это уж не так важно она дошла до сердца она коснулась ну да но вот хорошее такое но я прям его почему-то первое вот взял и она у вас тоже 1 1 тихонич ну вот у вас много стихотворений датированы вот именно первым числом 1 января там такого-то года когда вы писали ночью или поутру когда встали вот когда это у вас такое находило на вас понимаете вот стихи эти написаны были в пространстве девяти лет 9 лет но 9 умножить на 365 дней там получается до 3000 а стихотворение 3467 то есть 9 лет писалось не по одному стихотворению в день а там каждый каждый день суббота воскресенье и при том все стихотворения 9 куплетом 36 строчек и напротив строчки еще указание откуда взятое священного писания это нельзя и вот они у меня черновики заставили хранить я посмотрел ну бумагу продают когда там 500 листов а это семь пачек вот стихотворение написано карандашом чтоб дешево было и ни одной помарки нету ни одной просто чистого листа как будто списаны как это не мое я их никак своими не признаю вот я сейчас считаю некоторые смотрю вглядываясь и вижу настолько там много заложено у меня даже этого и нету я с трудом туда проникаю иногда в них а как бывает на молитве особенно утром молимся а у меня в руках оружие звенит и вот перед глазами как строчка я не вижу а мысленно я тут же беру карандаш вот у меня с собой у меня тут карандаши ручки во время молитвы я сразу раз записал все как кончили молитвы я сажусь и 36 строчек одна за одной вышли на как может я стал думать вот издавал в двадцать шестом томе 300 поэтов россии за 300 лет что сказали по определенной теме но на кого у кого похоже бальмант константин дмитриевич был такой поэт вот примерно на его похоже он как-то написал это одна из в мире красота любви печали отречения и добровольного мучения за нас распятого христа но я ваши стихи вот постепенно осваивают к сожалению пока время не очень но плотненько надо будет подойти губок даст и я уже ну могу отличить все-таки почерк а ну так уже более-менее потому что вот ну все равно почерк есть до индивидуальный какой-то такой они у вас такие на тихо ну если вот соотносить там мажор минор как в музыке они больше у вас такие мажорные бодрые вот этот гимн который который тут конкурс был гимна российской федерации я посылал я сейчас не помню кажется благодарность пришла взяли все-таки михалкова а почему тогда он писал старый фильм сталь на сталина равняться то и новый россия такая-то для него разницы никакой нет вот этот михалков это его отец писал сергей а музыка ребякова там была кажется александрова александрова вот то есть еще раз игнать иконич о чем речь не могу понять о каких стихах россию россии поют есть гимн до этот гимн утром каждое утро там и и слова слова гимну а мали мотив тот который был у старого советского гимна ну да и столько там 4 куплета и 4 куплета я так и написал можно а можно на него взглянуть то на эти четыре куплета такая я сейчас тогда как-то кончим я видова исполняет он поется поется на тот же мотив документа за у меня заложено там в каждой строчке одна строчка дороже всего того гимна но отлично тогда я в конце ролика я поставлю от виктора песню вот эту да я скинул сейчас а на новый год там я сделал когда христос заходит ну ныне младенец родился и фельме но это больше рождественский такой удар но тут рядом все это дело рядом сильно-то далеко не отходит вот виктор уж талант такой он положил на музыку не писал он писать умел или нет но ты не знаю это и сам играет и очень так это проникновенно вот это на корабле когда мы были на корабле и тонули вот рыбацкая шхуна с волнами боролась стремительно крен возрастал смятение росло но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал волна через корпус не раз пробегала был опасен винил плавник как туша убитого кем-то пинвала корабль под ударами с них остались минуты а дальше развязка объятия холодной волны над пропастью мглы с ледяной повязкой о чем бы подумали мы наверное лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне на жизненной грани на жутком изломе на вечно девятой волне иные клянут капитана стар меха проклятия всем и всему окончена жизненная чаша утеха и брошена разом в волну когда мой корабль опрокинет пучина а рот поперхнется волной дай боже чтоб к небу своей кончины других я увлек за собой вот представь буря мы попали в такой страшный шторм у меня раз и написалось мгновенно рука там падает чертит а я за штурвалом стою вообрази эту картину так то есть это вы еще молоды были когда да когда я только обратился это какой примерно год и сколько вам лет 20 23 я пришел но может было 24 я на корабле был играю трудная обстановка была он заходят когда фарвартер такой узкий канал я не я не на вахте я свободный ночью дежурю меня все равно сразу вызывают нам нельзя шевельнуться корабли с двух сторон у канала узкий задел там такой штраф тебе дадут это надо чувствовать я поворачиваю корабль уже поворачивается а ты в другую сторону но тормозной путь у него полтора километра еще спрашивать и ты должен подражанию определить а когда волна бросает и корабль зарывается под ну заряди где-нибудь шторм в океане и посмотри что делается и ты стоишь ты ты тоже вместе с кораблем а куда он идет куда волна ты должен понимать не компас а компас называется и прибор аксиометр который дает направление это ты должен все время перед глазами держать никогда в жизни мне спать так не хотелось как вот такое когда тебя укачивает и ты за штурвалом стоишь я гляжу а я ничего не вижу мне надо а чего вижу то волны провалы я только должен видеть два прибора а в это время сбились не сбились штурман лезет на сверху на рубку а иногда с байгерской то есть здесь что-то заклинило на дорогу руководить они просто так газа бизань мачты брать это это внутреннее чуть это не и шопер машину повернул руль а там нет он уже давно разворачивается тебе остановить его теперь ты уже останавливаешь право борт берешь она идет и идет ну такая махина ты должен она только дрогнула чуть-чуть и ты должен сразу подправить ее это дано когда был когда был шторм у нас почти весь экипаж плохо было и мы все лежали под под шконками а нет никак я стою за штурвалом сзади бухта канатов и вот я бы сейчас упал на нее одета примерно 3 полчетвертого ночью вот это вот а никогда в жизни так спать не хотел отдал бы лучше полмесяца в месяц отдал работа только бы до отдохнуть я был не могу ничего сделать душа из тела выходит но в итоге то прошли и все нормально нормально конечно а утром там потише стало и запросили там корабль шел шхуна и запросили где мы находимся по карте то не отмечали мы не думали этого ну вышли шли оказывается прямо ровно я помню у нас был капитан каравана кораблей не одним кораблем а каравана кораблей задорнов и вот он и заходит поднимается в рубку ну палуба а тут надо поднимать все где ты стоишь вот так вот обернется но я так и знал лапкин стоит за штурвалом а бывает ровно и первый ледок и обернулся назад она как стрела корабль льет как ножом прорезанная след то видать потому что лед ты раздавил там лед тоненький и вот я когда сошел на берег первый раз вот такое чувство как будто в городе дома тебя давят вот такое впечатление все время простор но пришлось все оставить уйти учился в училище в это время лета этом мореход и мореходки и в это время я обратился во время когда с работа не на службе в армии в армии это я был там на камчатке а это здесь балтика вот так я тебя скину что тебе скинуть вот это же витя поет до цитаты вот к стихотворению потом виктор поет и саму песню вот эту тоже ну тоже гимн и как арене до гимн гимн стихи но я стихи внизу подпишу он поет мы обычно так около экрана и надо плывает и буквы там видать где-то еще ну все спаси христос и гнать аллилуйя с богом богом богом